А там просто смотришь на него, просто и... Но он простил, прощение незабываемое, там как рука невидимая такая, просто удаляет, стирает, все. И притом так удаляет, серьезно, что вот такое ощущение, что спроси его, Бога, помнишь, что было то и то? Такое ощущение, что он спросит, о чем ты вообще? О чем? Вот, и я когда сказал, говорю, мама, ты же умрешь? Она говорит, да. Вот, я говорю, вот, а если ты умрешь, говорю, ты перестанешь существовать? Ну, как я раньше, как я перед смертью за секунду подумал. Вот, или же ты будешь, говорю, все-таки будешь. А если ты будешь, говорю, вот как ты думаешь, ты там что-то увидишь там? Или кого там, что там увидишь? Мама побледнела, вся испугалась. Один из слов взрослых я напугал. Такими даже вопросами, вот, ума хватило дальше мне рассказывать, потому что мы и так как на психу уже смотрели. Вот, еще врачи напугали родителей, что, значит, там, что не без последствий, может быть, все это, вот, насчет, потому что смерть была, значит, там, насчет, как бы, и... Но, да, по врачам меня все натаскали, как на психа смотрели. Вот, я уже к этому привык уж тогда. Вот, но пытался со сверстником поговорить. Вот. Но бесполезно. Никого не было, кто хотя бы что-то знал о Боге. Ни о мусульманском представлении, ни о еврейском, ни о христианском, ни о каком вообще представлении не было. Ну, в моем окружении, ни у взрослых, ни у детей не было представления о том, что есть Бог вообще. Вот, и я уже отчаивался. Так тяжело было. Хотелось хотя бы секундочку, может, глаза посмотреть. Хотя бы секундочку, может. Но, я не знал, как это сделать. У меня был только лишь один пример. Вот, заболеть, умереть, быть перед ним. Я помню, на уроке сидел в школе. Я даже учиться не мог уже. Я сижу телом на уроке, а умом я просто... Вот, тоску и все. Тоска зеленая просто. Вот, мне уже не мило. Ничто не мило. Вот, я влюбился в него по уши и все. И вот, хочется хотя бы секундочку глазами посмотреть. И знаете, и... И у меня мысль такая, думаю, стоп. А может, мне так и надо снова сделать? Вот, простыть, специально заболеть, мороженое побольше поесться, чтобы... Вот, и авось раз повезло, может, еще раз, вот так вот, получится. Вот, чтобы выйти из тела, заболеть, умереть, выйти из тела, быть перед ним и снова потом вернуться, если что. А если даже вернусь, я особо не буду горевать меня. Вот, и знаете, ну, слава Богу, мне дошло до мороженого. Вот, тем же вечером я пришел домой, опять плакал. Притом, так плакал, что я плакал, плакал и засыпал. Так, утром, когда просыпался, подушка мокрая. Нужно столько шереметь, думаю, чтобы подушка была мокрая. Это вообще... Я не знал, что столько слез бывает вообще в человеке. Сам удивлялся. Вот, и я опять плакал, что мне так плохо вообще без него. И, знаете, думаю, на свою голову захотел обратно. Думаю, что вообще, ну, я проклинал просто свою идею вернуться обратно. Вот, и знаете, что... И когда заснул, мне снился сон. В этом сне был Бог. Я его не видел там, но он там был. И он там был так потрясающе. Во сне этом я научился разговаривать с ним, не выходя из тела. Я видел во сне, что можно с ним разговаривать, не выходя из тела, просто обо всем рассказывать ему. И во сне там были мальчики, девочки. И чуть помоложе меня, и эти девочки, мальчики, они играли в такую игру. Там был Бог, он как бы, такой, как бы, за весы, шермы какой-то такой. Но он там был. Это прямо ощутимо было физически. Эти шерсть дыбы прям в 60 воде. Я понимал, что он там сейчас. Вот, а дети играли в такую игру. Они играют, они что-то там делают, а потом все пересказывают ему. Поначалу я думаю, что за глупая игра, когда... Ведь он и так все это видит. Но они пересказывали ему. И мне так это понравилось. Вот, я стал сам ему все рассказывать. Тоже пожаловался на судьбу. Вот, что мне так очень плохо без него, что... Вообще, что попытался поговорить. Ну, обо всем. Все, что в этой неделе было в школе. Все рассказал ему. И так хорошо стало, что не в сказке, как говорится, не первому писать. А я так... Одним словом, на этой волне я проснулся. В этой эйфории такой проснулся и... И мне прям аж зудело попробовать. Восьмое, это так было хорошо. Думаю, а в Яве? На Явру? Но ведь там хотя бы что-то, кто-то хотя бы разговаривал. А здесь никого. Я один в комнате. Я, короче, закрылся. Думаю, как дурак. Думаю, вот даже контактеры с мной, то более умно выглядят. Они хотя бы кое-что там видят в себе, там, как воображают, что-то. А я же вообще, ну, ноль. И как я могу говорить с тем, кого я не вижу? Ну, я пересилил себя. Там час, два, не помню. Долго. Я за ногу до будильника проснулся. Вот. И не мог просто начать. В конце концов думаю, если я позорюсь, то это один на один. Никого же не было. Кажется, я позорюсь. Ну, я впервые сказал, уже в Ябе, уже не во сне. Я сказал, Бог, прием. Это я, Сережа. Я так представил, знаете, как вот Штирлиц там, в Ставке Третьего Рейха, ненавистную форму эту носит. Я думаю, тоже, я вот ношу эту ненавистную, мне форму уже, я здесь задыхаюсь, больше, чем тот Штирлиц в этом фашистском рейхе. Мне уже все достало. Мне нужно куда вот, на родину, мне там, знаете ли, сообщить местечку хотя бы, Юсту-центру, что-то там, слить информацию, уж как-нибудь тяжело вообще. Спасайте, короче, вытаскивайте меня отсюда. Вот. И я ему все, Богу все рассказал. И так хорошо стало. Ну, поначалу было трудно, а потом думаю, я ему все расскажу. И все рассказал. Так хорошо стало вообще. И в конце связи я такой, я даже тогда не на строй был. Какой-то прием принимать оттуда, нет. Думаю, я хотя бы дам информацию. И я ему сказал, ну, до связи. Вот вечером снова выйдем на связи. И так хорошо, все. Я уже не в депрессии. Вот. Я, значит, иду в школу, я уже нормально учусь. И я жду вечера, когда снова смогу с ним вот так, сеанс связями такой. Вечером снова, уже посмелее. Я ему закрылся так вот и потихонечку тоже говорю, Бог, это я Сережа, прием. И, как бы, добрый вечер, все на связи. Я ему, что в школе было все, я им все рассказываю, пересказываю. И так хорошо. Спасибо. Доброй ночи. И я, значит, и лег спать. И в этом втором сне, где я ждал второй стресс, еще больше. Намного больше стресс. Приятный, но еще больше стресса, чем в первом сне. В этом сне я узнал, что он мой отец. Это, скажу, все, любые там сериалы мексиканские отдыхают. Я знал, что у меня папа, папа, семья, все. Но вдруг, оказывается, узнает, что у меня настоящий мой родитель, это он. Это моя семья лишь, куда он мне дал, дал мне на время, чтобы они меня воспитывали, взращивали. А он по-настоящему, по-народному, по-правдушному, он мой родитель. И мама, и папа, и все, и брат, и все. И во сне в том, там был огромный лес, там много было таких образов, которые до сих пор. Прошло 40 лет, я до сих пор гадаю некоторыми этими образами, не знаю. Как их запечатлеть даже, эти образы. Потрясающие, удивительные. Сны, сон был, в котором можно было закрывать глаза, и ничего не видишь. Ты все слышишь, ощущаешь. Потом снова открываешь глаза, в этом сне, и все видишь опять. Вот, видел будущее, видел себя взрослым человеком уже, с бородкой, в такой длинной одежде. А я же ни разу ни попов не видел, ни равинов, никого. Думаю, кто такой, почему я с бородкой, ну ладно. Но в длинной одежде, это что, шинель такая, старого образца, наверное, какого-то, Дзержинского, Феликса, железного, наверняка, вот еще там. Старые шинели, еще там, 20-х, 30-х, вот до этой, еще такие шинели. Думаю, что-то здесь не то, думаю. А потом, уже в 91-м году, будучи священником в Рязанской области, когда меня послали на мой первый приход, значит, у меня было дежавю. Я первый раз в селе, ни разу даже одной ночи не ночевал в сельской местности, а здесь я приехал в село, городской житель, в село, как настоятель храма сельского. Иду по улице, так, что дно, все, это мое село, надо же, это мои люди, это мой храм, это будет, значит, так интересно, иду, все в диковинку. И знаете ли, молодой священник прибыл на свой приход первый, где я настоятель был уже, не просто там вторым священником, третьим, как в соборе было, в Рязани, в самой, а это уже все было мое село. Интересно, а круга большая, там другие село, надо со всеми познакомиться, дома перезнакомиться, вот, и у меня дежавю, я точно знаю, я был здесь, улица та же, думаю, сейчас зайду за эту улицу, там будет вот такая улица, и там вот эти дома, вот, то есть, я знал, зашел точно, один в один, стоп, я здесь ни разу не был, а я забыл уже, что пацаном это все видел, оказывается, только я видел не этими глазами, а вот три четверти, и себя точно, я в длинной одежде и бородке, думаю, стоп, и это не шедевр, это Ряса, вот что, это батюшка, я видел себя как взрослым человеком, но много другого было чудного, некоторые вещи расскажешь, даже вы не поверите, наверное, мне смогут даже поверить, некоторые вещи из будущего, ну ладно, но самое интересное, знаете, что, прослушавшись нам от того сна, я впервые обратился к нему, не просто Бог прием, да это я, Сережа, я сказал, отец, папочка, 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 в вашем сне я называю папочка, и я его так называл, и знаете, Божий Дух, который поселяется в человеке, он взывает к небесам Бога, не просто отец, Авину, да, а еще Абва, Авна, Авину это отец, папа, а Абва это папочка, папулька, папенька, И когда вот, кстати, я с моими мусульманскими родственниками общался в последний раз, с Ринатом, вот, Рабин, Рафик, другие братья, вот, и многие из них стали сейчас религиозными мусульманами, я говорю, вот, что, братья, знаете, самое, для меня самое важное в моей вере сегодня, даже не то, что я христианин, для меня христианство не что, ислам не что, все не что, для меня все Бог, и он мой отец, он мой отец, и я его все. Для меня это самое ценное, самое важное, все, потому что христианство не спасет никого, ислам не спасет никого, иудаизм не спасет никого, нет, нет, спасет живой Бог, и он возлюбил этот мир, отдал сына своего за нас. Вера евангельская, живая, библейская, вот что важно. Друзья, не религия христианская или нехристианская, нет, на самом-то деле важен сам Бог, он, именно Бог. Пусть Господь благословит вас, возлюбленные, дети Божьи, это самое ценное, самое важное, потому что мы можем быть в разных церквях, в разных конфессиях, но самое ценное, самое важное, дети Божьи. Он наш отец, он наш отец, моего дочери, моего сыновья. И как вот один из, ну, многие проповедники, в принципе, слова Спарджона часто цитируют, что у Бога нет внуков, да, у него есть дети. Чан Спарджон говорил очень, такой златоустый протестантский проповедник, он говорил, что у Бога нет внуков, у него есть дети, у него есть дети. И поэтому рожденные от Него, это, ну, самые счастливчики и счастливчики, рожденные им, Богом. До Иисуса Христа, конечно, до нашей эры тоже, в еврейском народе, в иудаизме, тоже эти вопросы стояли, родиться свыше, не родиться, как родиться. Иисус, многие христиане почему-то думают, что до Иисуса Христа евреи ничего не знали о рождении свыше. Это, может, конечно, но это часто невежество просто христианское. Из-за антисемитизма церковь историческая потеряла очень многое, к сожалению. Но, на самом деле, до Иисуса Христа, за столетия, многие до Иисуса Христа, те же самые вопросы, поднятые в 3 главе Иоанна, они уже звучали и не раз звучали. Самый известный спор того времени, до Иисуса Христа, еще двух школ, школа Шамая и школа Гилеля, как раз спорили по этому поводу, нужно ли духовное перерождение или оно не нужно. И как? А если нужно, то как оно происходит вообще? Судя по ответам, по комментариям и ответам Никодима, он был ярким представителем школы Гилеля. Но Иисус удивительный, он не просто говорил слова Шамая или же Иесеев, нет, он пошел дальше. Иисус, он открыл тайну бытия, самую потрясающую. Братья, вы можете забыть сегодня всю проповедь о том, но вот это не забудьте никогда. Самая великая тайна. У нас есть самая великая тайна. Это тайна, которая открыта в два тысячелетия, но до сих пор тайной является. Таинство. Это таинство веры, которое в два тысячелетия раскрывается, раскрывается как бутон, как цветок. Приходит время, я верю, перед пришествием его, вторым пришествием, этот цветок раскроется во всей своей красе. Таина, самая великая, сокрытая от прежних родов веков, Христос, вас, упование, слава. Самая великая тайна всех тайн, Бог поселяется в человеке. Это запомните. Это запомните. Самое главное. Когда Иисус родился, то у Матфея, мне очень нравится, как сказано, первое пророчество, исполнившееся, да, все девы в очлеве примет ракет сына, дарегут его имя Эммануил. И переводчики обычно переводят «с нами Бог». Это хороший перевод, но это очень такой, слишком примитивный перевод. Эману. Слово Эману, Эль. Да, Эль – Бог. По-нашему, да? Эману. Есть слово Этану. Этану. Оно пишется даже похоже. Этануэль. Это «с нами Бог». Этануэль. Но даже по номерам Стронга там написано, что не Этану. У пророка сказано «Эману». А Эману можно перевести, конечно, можно, но с большой натяжкой, как с нами. Нет, на самом деле, внутри насущий. Буквально съеденный, выпитый нами. Ну, буквально перевод, конечно, очень такой странный. Для религиозного сознания вообще недопустимый даже. Как можно съесть Бога? Как можно любить Бога? Чудно как-то все это. И вот, и с водой. Как художник, я вам пример приведу. Знатоки Торы, знатоки Еврита, говорят как раз, очень хороший пример с водой. Вода на Еврите «Маим». «Маим». Допустим, «Шай Маим» – это небеса. «Маим» – хорошее слово такое еврейское. И когда вода в стакане, возле меня, допустим, да, по отношению к ней я могу лишь употребить слово «этан». «Маим». «Маим» – это небеса, но лучше воды ничто. Нельзя придумать абсолютно. Потому что весь мир создан водой из воды. Даже и погиб на водой первый век. Ну, ладно. Нынешний мир ждет немного другое, даже чуть больше. Ну, ладно. Мы, по милости Господне, ожидаем новой земли и новых небес. Очень жалко тех, кто этого еще не знает, кто еще так топчется на пороге царства. Вот. Еще не вошел в ковчег этот. Призовите им Господний. Если среди нас есть такие товарищи, которые еще не совсем товарищи, то сегодня просто примите Божье прощение, Божью любовь Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, Господа своего. И вот эта вода во мне, которая уже разграсла, она сейчас уже, она уже все. Она уже частью меня и уже уходит дальше и дальше и дальше. Уже не ощутимо даже. Так вот, эта вода, в отношении к ней я могу лишь слово «эману». «Моим потребителем». «Эману». Поэтому буквально Бог в нас сущий, растворенный, выпитый нами. Царство Божие внутри нас сущие и раскрывающиеся через нас. Потрясающе. Религия – это с нами Бог. Вера – это внутри нас есть Бог. Это разное. Христианство – это разное совершенно. И как рожденный по плоти гонит рожденную по духу, так два тысячелетия религия христианская гонит веру в христианскую. Потому что это взаимоисключающая вещь. Братья, благословляю вас. Пусть среди нас будет это чудо среди нас и в каждом из нас. «Эмануэль». «Эмануэль» – Бог, растворенный в нас, сущий в нас, сущий Бог. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благословен ты, Царь всей Вселенной. Благословен Господь. Благословен. Да, играйте музыканты. Братья, сестры, молите сейчас. И под занавес. Ну, не так громко еще играйте, пожалуйста. Вообще, силы огромные в музыке есть. Я не музыкант, но очень. Я просто преклоняюсь перед людьми, которые играют на музыкальных инструментах. Это для меня всегда такое чудо, не знаю, я посвящаюсь людьми, которые могут играть на каких-то инструментах. Вот. И самое прекрасное, когда играют для Бога, и во имя Его играют. Вот. Фил Дрискл, когда проповедовал на эту тему, мне так нравилось его учение о музыке, о прославлении. Он говорил, что вот как раз весы выходят, исцеляются больные, при звуках трубы, шафара, сексофона, других духовых этих орудий инструментов. Это также и струны, и клавиши, потому что это как для художника кисти, краски. А для них это вот струны, клавиши, музыка, для них это как продолжение их творчества, начало творчества. Иисус, когда Он уходил, братья, сестры, в молитве сейчас услышите это, пожалуйста. Иисус, когда уходил, Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Есть очень примитивные среди многих православных представления о том, что это такое. Священники некоторые даже говорят, что вот кто будет веровать и креститься, спасен будет. На самом деле не о крестном знамении здесь идет речь. Многие считают, что здесь идет речь о водном крещении, о как погружении в воду, как обещать на служение доброй совести. Это более правильное обозначение, но все равно мимо. Ближе. Это как бы теплее. Знаете, вот это есть. Холодно, горячо. Это уже теплее, но это еще не горячо. Во времена Иисуса слово «баптизу» имело другое значение просто. В средние века язык изменился греческий, и «баптизу», начиная с того средневековья, по наши дни, переводится как погружение, в смысле окунание. Окунание. Вот окунулся – это «баптизу». Но в старом греческом языке, во времена Иисуса и лет 400-500 после него еще, и до него лет 300, в литературе эллинской, античной, там, допустим, это слово «баптизу», оно в другом значении употребляется. Именно погружение, в смысле не окунание, а погрузиться там и остаться навсегда. Не всплывать больше. Погрузиться и полностью там пребывать. Погрузившись, полностью пропитаться в то, тем, по что ты погрузился. И чаще всего это слово на языке греческом, на кое, на речи в простонародном, потому что Новый Завет написан был на языке не Аристотеля, Сократа, Платона, а на таком рабоче-христианском греческом языке, на речи кое. Так вот, на кое это слово употреблялось для описания соленья огурцов, чаще всего, и других овощей. То есть погруженный, то же самое, огурец. Малосольные огурцы, греки любили тоже, но «баптизу» их не называли. По отношению к огурцам, «баптизу», «баптизский огурец» — это тот, который полностью прошел просолку, который полностью пропитался всем этим рассолом. Имеет соль не просто на шкурке своей, а имеет соль в себе уже. И он уже и по духу, и по цвету, и по запаху полностью отличается от своих собратьев по грядке. И поэтому слова Иисуса буквально в те времена они звучали примерно так. Ну, он говорил, понятно, на своем родном еврейском языке, армейском, но на греческом донесено следующее, что кто уверует в меня и погрузится в меня, пропитываясь мною, будет спасен. Кто не уверует, будет осужден. И уверовал, что будут сопровождать многочисленные, потрясающие знамения. Они сопровождают, когда мы полностью пропитываемся им. И чем больше пропитываемся, тем они действительно вокруг нас просто происходят. Они неизбежно происходят. Как хозяйка, допустим, приготовляет винегрет, она даже может не солить это блюдо все. Если у нее есть миска соленых-соленых курцов, она все это разрежет, перемешает, и все блюдо уже соленое. Вот мы оставляем еще вокруг себя все, тогда пропитываясь солью, сами становимся солью этой земли. Спасибо тебе, Господь, милостивый. Благословенный Царь наш, погружаемся в тебя с головой, влюбляемся в тебя с головой, пропитываемся тобою, живем тобою. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю тебя за церковь, названную очень красиво твоим домом, Отец. Благодарю тебя. Благослови пастора Сергея, хотя он сейчас не в собрании, но духом присутствуя, надеюсь, сейчас здесь также, телом отсутствуя. Благослови его, его дом, благослови всех братьев, сестер, присутствующих здесь и телом своим, и духом своим. Благослови всех нас, и паки, паки, снова и снова прошу тебя, пусть Господь, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святаго Духа пребывает со всеми. Аминь, аминь, аминь. Аплодисменты великому Богу. Аплодисменты великому Богу. На твоей красной, где любовь течет, как и я. Вет на дуновенье, твое восстановенье, милость твоя велика. Я хочу быть выше, а в виду твой выше, где присутствие твое. Аплодисменты великому Богу. Аплодисменты великому Богу. И. Аплодисменты великому Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Мы к Тебе восстанем, Душно Той мы Тебя дождем, Другим к небу вознесем, Душно Той мысли сердцем ждем. Мы к Тебе восстанем, Душно Той мысли сердцем ждем, Другим к небу вознесем, Душно Той мы Тебя дождем.